Зорницу для ребят организовал Центр детско-юношеского туризма Сочи. Чтобы поучаствовать в этом увлекательном соревновании, собралось 20 команд. Это порядка 200 участников со всех районов города. Территорию лагеря в полтора гектара, где развернулись военизированные действия, адаптировались специально для соревнований. Ребятам предстоит пройти шесть разных уровней. Эстафета, строевые упражнения, туристический маршрут и другие. Азарт и волнение начались уже на первом этапе строевой песни. У нас зеленые погоды, и мы с тобой, дружок, опять идем нарях. Возраст юных военных от 7 до 16 лет. Ребят разделили на четыре группы. У нас комплексный зачет. То есть все виды, в которых участвуют ребята, по каждому виду подводится свой победитель. И потом по сумме лучших мест во всех видах будет выявляться победитель в общем зачете. Пока дети наслаждаются отдыхом и приобретают полезные навыки, взрослые озабочены в первую очередь вопросами безопасности. Соревнования проходят под чутким контролем Кубань-Спаса. Прохождение всех этапов Зорницы займет у ребят три дня. В полевых условиях они проведут 44 часа. Самый большой вид у нас – это поход с преодолением определенных препятствий, с выполнением ряда заданий по выживанию, по медицине, также по туристскому быту, испытать себя на прочность. Есть у нас большой вид выживания. Здесь у нас наши бойцы юные уйдут в разведку, потом они организуют операцию «Найди своего». Для семилетнего Самира Ибрагимова эти соревнования первые. К ним он готовился основательно, даже обращался за советом к родителям и учителям. Я знаю теперь, что такое кругом, что такое ровня и что такое смирно. Маршировать я научился. С одинаковым упорством все рубежи препятствий стремятся пройти и девочки, и мальчики. 15-летний Виталий Кравец участвует в Зорнице уже не первый год. Парень планирует связать свою жизнь с военно-воздушными силами. Для него такие слеты – подготовка к будущей профессии. Молодежь сюда приезжает, чтобы стать мужественнее, умнее, сильнее, чтобы всегда еще помощь товарища, ориентироваться в лес, тем более природа, воздух. Организаторы для ребят подготовили не только дневной, но и вечерний досуг – посиделки у костра под гитару. По итогам Зорницы победители отправятся защищать честь города на краевые соревнования, которые пройдут летом. Галина Моисеева, Телекомпания ФКД.